Пагина 12, Аргентина, когда правом нечем крыть Марко Терруги Пагина 12, Аргентина 15 апреля 2019 года С начала этого года Соединенные Штаты уже в третий раз созывают заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для рассмотрения вопроса о Венесуэле На этот раз их целью было добиться признания Хуана Гуайда в качестве исполняющего обязанности президента страны Данная цель была озвучена вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом, который первым взял слово Пришло время ООН признать Гуайда законным президентом Венесуэлы и ввести его представителя в организацию Всю свою речь Майк Пенс построил вокруг необходимости признания Национальной Ассамблеи единственным законным органом Венесуэлы, Ахуана Гуайда, президентом страны до новых выборов Этим США хотят оправдать свою новую агрессию Венесуэла, несостоявшееся государство А, как нас учит история, у несостоявшихся государств границ нет Там стараются обосноваться террористы, наркоторговцы и даже хизбалла Эти аргументы были не на вы Было вполне ожидаемо, что Соединенные Штаты займут такую позицию Решения остальных правительств тоже были предсказуемы, как и на предыдущих заседаниях Например, Российская Федерация через своего постпреда в Совете Безопасности Василии Небензю Выступила против вмешательства США в дело других государств И осудила нападение на экономику, грабежи, различными путями совершаемые в Венесуэле И американский цинизм Потому что, с одной стороны, Венесуэлу душат санкции Но в то же время все говорят о международной помощи Политическая ситуация может быть решена только путем диалога Но Гуайда не готов к нему, потому что не получил соответствующих указаний Заявил Василий Небензе Правительство Китайской Народной Республики также выступило за диалог между странами Китай выступает против военного вмешательства в Венесуэлу Использование гуманитарной помощи в политических целях «Односторонние санкции только усугубляют жизнь граждан и не приведут к миру в стране», Заявил посол Мачжасюй Ряд стран, в том числе Франция, Германия, Великобритания Пришли к общему мнению, подтвердив признание Хуана Гуайда в качестве исполняющего обязанности президента И заявив, что в полном соответствии с Конституцией Как временный президент он может организовать свободные и прозрачные выборы Мадуро не признан, а решение вырабатывается извне Все соответствовало духу международной контактной группы Венесуэла в лице постпреда Самуэлю Манькада осудила США Которые при помощи финансовых рычагов Недозволенного давления и своего доминирующего положения на международном рынке Намеренно разрушают экономику и осуществляют агрессию против Венесуэлы По его словам, вмешательство, пожертвование со стороны преступников или благотворительные концерты, которые скрывают совершенное мородерство, не являются решением Настоящим выходом из ситуации должен быть возврат денег, прекращение блокады и саботажа венесуэльской инфраструктуры, устранение угрозы военного вмешательства Итог был предсказуем Как и в ходе двух предыдущих встреч, согласие оказалось недостижимо, а стороны не захотели менять свои позиции Заседание, созванное США, похоже, имело цель сохранить этот вопрос в международной повестке дня Сгустить краски вокруг гуманитарного кризиса и несостоявшегося государства Было невозможно достичь результатов, как это было сделано во вторник в организации американских государств, ААК, где 18 голосами за представителем Венесуэлы был признан посланник Хуана Гуайда По словам представителя Мексики, Хорхела Монако, это первая победа, которая подрывает законность ААК В течение того дня, когда проходило заседание Совета Безопасности, правые силы Венесуэлы объявили второй этап операции «Свобода» С протестами в разных частях столицы и страны В результате лишь подтвердилась неспособность оппозиции сплатить недовольное население вокруг Гуайда Обещания пошли на спад, в частности, из-за огромной пропасти между словами и их конкретной реализацией Следующие шаги США будут зависеть от поездки Майка Помпея в Чили, Парагвай, Перу, Колумбию, включая посещение в воскресенье пограничного города Кукута Помпея, который вчера повторил, что режим Мадуро представляет угрозу для США Будет договариваться о порядке экономических санкций и дипломатической изоляции Все союзники США уже исключили возможность военного вмешательства В эту среду Иллиот Абрамс встретился в Испании с представителями исполнительной власти В частности Хосе Эммануэлем Альбарисом, дипломатическим советником правительства Ихуаном Пабло Диэлла и Глессия, государственным секретарем Испании по вопросам международного сотрудничества Которые заявили о необходимости демократического выхода из острого кризиса в Венесуэле Они добавили, что нынешняя ситуация требует мирного, политического и демократического решения Которое категорически исключает применение силы В данной ситуации, когда сторонники переворота не могут сделать следующий шаг Правительство Венесуэлы открыто укрепило сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста Его президент Питер Маурер заявил о готовности к совместной работе К неполитической, нейтральной помощи, без углубления в характер гуманитарного кризиса в стране Приоритетными районами будут Каракас, граница с Колумбией и штат Боливер на границе с Бразилией Совместная работа правительства и Красного Креста крайне важна по двум причинам Во-первых, это является попыткой преодолеть существующие в стране трудности Например, 29 марта правительство Китая доставило в страну 65 тонн медикаментов Во-вторых, потому что это противоречит словам правых о том, что правительство будет блокировать любые попытки социальной помощи А проблема правых состоит в том, что три месяца спустя после начала нового срока Мадуро, которого они не признают законным президентом, им нечем крыть Похоже, у них закончились идеи Вот почему Помпео, Абрамс и Пенс снова перетягивают на себя общественное внимание Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ